Дорогие друзья, уважаемые родители, приветствую вас на 15-м юбилейном галоконцерте городского конкурса детского вокала «Московский Соловей», посвященном патриотической песне. Приветствую вас, дорогая Татьяна Юрьевна, как директор Романовской школы и учредители этого замечательного фестиваля. Я бесконечно рад, что в год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, в год испытания пандемии, с которыми столкнулась Россия и весь мир, голос московского соловья все равно звучит, не умолкая. Дорогие вокалисты, я уверен, что ваши юные голоса сегодня прозвучат с особой силой, с пронзительной любовью к родине, к людям, к родной земле. Вы представите песни из репертуара народного артиста России Льва Валерьяновича Лещенко. Максим Сербулов исполнит песню «Нам нужна одна победа». Это песня фронтовика Булата Акуджавы, написанная для художественного фильма «Андрея Смирнова. Белорусский вокзал» в 1970 году. 22 июня этого года в Государственной Думе было открытие нашей выставки поэта и писателей-фронтовики. Также на этой выставке мы представили фильм «Победа. Одна на всех». И строки из этой песни постоянно звучали в душе. «Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым». Позавчера в Государственной Думе мы дискутировали. Некоторые политики считают, что не надо учить наше юное поколение быть героями, а надо учить жить и выживать. Мол, зря Александр Матросов бросился на амбразуру, лучше бы выжил, и сейчас бы ему было лет 90. Так вот, я говорил, и теперь вам скажу, не было бы ему сейчас 90 лет, и вам бы не было сейчас по 12, 15, 17 лет, и московского соловья бы не было, потому что не было бы ни Москвы, ни России, ни его, ни вас, если бы не герои, которые 75 лет назад бросились на амбразуру, не жалея своей жизни. Не всегда надо слушать политиков с экранов телевизоров, блогеров из интернета, не всегда надо слушать даже философов, а надо слушать свое сердце. Один философ, на которого опиралась идеология фашизма, сказал, у злых людей не бывает песен. А почему же у русских есть песни? На этот вопрос на весь мир уже ответили ваши прадедушки фронтовыми песнями у Рейхстага, ваши прадедушки, которые ценой своей жизни спасали архитектуру прекрасного города Вены и кормили голодных детей Германии из своих солдатских котелов. Я знаю, что Софья Макарова споет сегодня песню «Журавли». Мне кажется порою, что солдаты. Прекрасный памятник, Ржевский мемориал советскому солдату, посвященный памяти павших в боях под Ржевом, был открыт в этом году. 10 июля я также по скайпу общался с его создателями, удивительно талантливыми молодыми людьми, скульптором Андреем Коробцовым из Белгорода и архитектором Константином Фоминым. Им удалось создать песню из бронзы. Кто не видел, съездите и посмотрите, как высоко звенит эта бронзовая песня сегодня под Ржевом и на всю Россию. Вашим песням тоже предстоит сегодня прозвенеть, и ничего, что с помощью интернета мы и с этим справимся, пока есть на свете и смыслы, и песни. Надежда, пока горит свеча, вечная любовь, притяжение земли, родительский дом, моя Москва, День Победы и наш с вами московский Соловей. Субтитры создавал DimaTorzok